Приветствую вас, и вы достаточно четко сформулировали свою проблему, достаточно лаконично ее описали. Написали вы о том, что при своей материальной и профессиональной обеспеченности, вы вместе с этим не можете идти на контакт с близкими людьми, то есть строить близкие отношения у вас не получается. Также вы написали, что у вас в последнее время происходит проблема при общении с членами семьи. Понимаете, что бросается в глаза, вот прямо сразу, как только вы написали свое сообщение, даже еще не общаясь с вами. В глаза бросается то, что вы, говоря о каких-то фактах своей жизни, например, говоря о том, что у вас не получается выстраивать отношения с близкими, у вас есть проблемы с этим. Так вот, говоря об этом, вы совершенно не описываете, совершенно не раскрываете такую важную сторону проблемы, как свое субъективное отношение к этому. Условно говоря, ну вот то, что отношения не выстраиваются, это в целом понятно. Но почему они не выстраиваются? Что мешает вам их выстроить? Что мешает вам их построить? Какие препятствия на этом пути вы встречаете? Какие цели вы преследуете, когда хотите строить близкие отношения с людьми? На что вы рассчитываете? Что вы можете дать человеку? Что вы хотите от него получить? Ведь для того, чтобы выстраивать отношения дружбы, например, нужно четко понимать, что есть для вас дружба. Дружили ли вы когда-нибудь в жизни за свои 23 года? Если нет, то почему? Если да, то как вы выстраивали свои первичные дружеские отношения и почему они у вас сейчас, например, завершились? Что касается отношения с молодыми людьми, то здесь ситуация заключается в следующем. Необходимо, в первую очередь, проработать свое женское поведение. Вот из того, что вы описали, написали вы немного, можно сделать вывод, что вы не говорите о себе, очень мало говорите о себе. Вы очень мало рассказываете о себе. Не знаю, осознаете ли вы, рефлексируете ли вы, интроспектируете ли вы свои переживания или нет, но для того, чтобы строить отношения с людьми, нужно в первую очередь понимать, что можно им, этим людям дать и что вы от них получите. И если вы строите отношения с мужчинами, с молодыми людьми, то вам нужно четко представлять себе, кто вы как женщина, что вы как женщина можете мужчине дать и что мужчина вам может дать как, собственно говоря, партнер в личных отношениях. Без этого понимания вряд ли можно даже понять, в чем именно проблема. Потому что пока, вот пока, вы говорите, отношения строить не получается. Но у невозможности выстраивать отношения, у невозможности этого сделать, есть много причин. Например, причины могут быть в ваших отношениях с родными. Например, причины могут быть в том, что у вас есть свой какой-то неприятный опыт, неприятный, ну как бы, да, негативный опыт взаимодействия с людьми, и вы теперь боитесь. Вы теперь просто боитесь духовной близости, вы боитесь рисковать, боитесь раскрываться, боитесь показать себя, боитесь показать свою внутреннюю сторону. Боитесь человеку приоткрыть завесу над своим внутренним миром. Если это так, то вопрос возникает, почему вы боитесь, что повлияло на ваш страх. И вот эту первопричину нужно с вами обязательно обсудить и проработать. Дальше. Что касается семьи. Вот вы говорите, что на данный момент стало сложно идти на контакт, в том числе и с членами семьи. Понимаете, опять-таки, вы не говорите, почему вы не раскрываете своей субъективной стороны. Вот объективно, объективно, да, есть проблема. Но, знаете, проблема, вообще бы говоря, любая проблема, это соотнесение желаний человека и его видения мира с тем, что есть на самом деле. То есть, как бы происходит наложение, да, одного на другого. И вы не скажете, воборот, чего вы хотите и чего вы не получаете. Что мешает вам идти, например, к дружбе, к серьезным отношениям с людьми. Вот об этом нужно говорить. А, к сожалению, вы не раскрываете никаких своих субъективных моментов вообще. Дальше. Вы говорите о том, что личности присутствуют. Очень интересно вы это написали. А что вообще вы понимаете под личностью? Это настолько глубокое, многограммное слово, что говорить о том, что оно обязательно присутствует в вас. Да, пожалуй, можно. Но в какой форме? Вот если вы, например, не можете выстраивать дружеские отношения, если вы не можете выстраивать семейные отношения, если вы не можете выстраивать отношения с молодыми людьми, то получается, вы не можете выстраивать социальные отношения. Вы не являетесь полноценным социальным индивидом. А человек, который не является полноценным социальным индивидом, не может стать личностью в широком смысле, потому что личность это тот человек, который достиг успехов в выполнении всех социальных ролей. Потому что выполнение социальной роли необходимо для первичного становления личности, ибо личность рождается дважды. Вот, в принципе, пожалуй, еще, что можно вам сказать. То есть, у вас есть задача построить отношения с другими и построить личные отношения с молодыми людьми. Задача есть. Давайте определим так. Средства и требования. А также условия. Вот, средства – это то, что вы можете использовать для того, чтобы достичь цели, а требования – это то, что нужно для вступления в эти отношения. Понимаете, вам в каждой из этих сфер нужно придерживаться, я бы сказал, разного поведения, но объединенного одним вектором направленности. То есть, если у вас приятная внешность, есть чувство юмора, присутствует личность, то это что значит? Это значит, что, ну, во-первых, как личность вы, наверное, знаете, до чего вы хотите и куда идете. Соответственно, люди либо разделяют ваш взгляд, либо нет. Юмор помогает вам поддерживать непринужденность в отношении в общении, а внешность позволяет расположить к себе. Получается, ну, что на внешнем, объективном уровне причин и препятствий для того, чтобы выстраивать дружбу и романтические отношения с молодыми людьми, нет. А какие есть? Есть внутренние. Но про внутренние препятствия, про внутренние проблемы вы не пишите ничего. И, соответственно, непонятно, откуда у вас проблема. Можно описать только лишь возможные источники ее. Как я уже это сделал. И в зависимости от того, какие источники, по вашему мнению, являются наиболее правильными и верными, в зависимости от этого и нужно с вами работать. Понимаете, вот так вот в рамках одного ответа на ваш вопрос, тем более вопрос такого плана, не представляется возможным вам помочь. То есть, понимаете как? Так, сперва, вот сперва, вам нужно убрать блоки, которые мешают строить дружбу, отношения с молодыми людьми, идти на контакт с семьей и так далее. Потом вам нужно будет учиться эти отношения выстраивать. То есть, учиться занимать определенное место в социальных взаимодействиях. Какое это будет место? Каким, например, вы будете другом? Или какой, например, вы будете женщиной для своего мужчины? Вот это то, что вам еще предстоит найти в себе. Если у вас не было никогда молодого человека. И найти это вам нужно, исходя из своих предпочтений, исходя из своих ценностей, исходя из моих желаний, исходя из того, что вы доверяете себе, принимаете себя такой, какая вы есть, и ничего не боитесь. То есть, вы не боитесь, например, близких отношений. Вы не боитесь, например, какого-то осуждения со стороны людей. Вы не боитесь того, что над вами будут смеяться или выставят вас как-то в негативном ключе и так далее. То есть, вот этот страх отсутствует. И тогда человек, будучи уверенным в себе, сможет строить отношения. Ну, поскольку вам 23 года, у вас не получается строить дружбу и серьезные отношения с молодыми людьми, то рискну предположить, что все-таки проблема идет и из детства, проблема идет и из семьи. Вы так сказали очень про работу, что вот у вас есть работа, в которой вы увлечены, у вас есть юмор, есть личность. То есть, вы держитесь как такой вот веселый, позитивный, свойский человек, но при этом вы не раскрываетесь с другими людьми. То есть, да, с вами можно пообщаться, уверен, можно пообщаться с вами интересно, но при этом на отношения с людьми, то есть, на то, чтобы как-то сближаться, да, что-то делать для человека, что-то получать взамен от человека или не получать взамен, потому что и дружба, и любовь – это такие отношения, где нет условий и где нет обязательной обратной связи. Вы не готовы. И почему вы не готовы? Ну, это я еще раз говорю, непонятно. Быть может, вы слишком самодостаточны, вы привыкли быть самодостаточны, и вы просто-напросто не можете представить, чтобы в вашей жизни появился кто-то еще. Для вас это означает, может быть, потерю свободы и так далее. Также хотелось бы отметить следующее, что вы написали там. Образование в престижном вузе и квартира в Москве есть. Понимаете, вот материальные блага, которые вы говорите, да, образование в престижном вузе и квартира в Москве – это все здорово. Но это ценности, которые, к сожалению, не помогают выстраивать отношения. Да, вы успешный человек. Да, вы перспективный человек. Вы востребованный сотрудник. Это все, да. Но это карьерный рост. И, возможно, карьерный рост, материальное обеспечение – это то, что вас волнует сейчас, на данный момент. Больше, чем дружба и построение отношений с людьми. Молодыми людьми. Возможно, вас всегда доставляли как раз таки и внушали вам, что вот это, то, что вы описали, то, что вы написали, да, личность, наше образование, квартира в Москве, приятная внешность – это самое главное. И остальное людей не волнует. И вы просто не умеете выстраивать отношения к людьми. Вы не умеете и не видите для себя других, может быть, ценностей. Тогда это действительно скоучинг, то есть это, по сути, расширение кругозора, это, по сути, освоение культурных ценностей, это, по сути дела, смена своих приоритетов, смена своих идеалов. Переформатирование их на другие ориентиры, на ориентиры в большей степени духовные, на развитие своего внутреннего мира, на формирование своих ценностей, своих взглядов в большей степени. И вот уже исходя из этого, из ваших взглядов, из ваших ценностей и идеалов, уже можно будет говорить о том, с какими людьми вы встретитесь, с какими людьми вы сможете найти общий язык. И нужно помнить, что общение с людьми, отношение с людьми, это всегда определенный компромисс, и если вы готовы к компромиссу, то хорошо, если нет, то будут проблемы, и если вы не готовы к нему, то нужно понять, опять-таки, почему. На этом все, надеюсь, что помог вам, помог, конечно, весьма относительно, потому что с вами нужно работать, не полагаю, ни один раз, вот, но это, конечно, пожелательно, если вы считаете, что можете сами справиться с проблемой, то, как бы, вам уже решать, это ваш выбор. Но, если вы будете действовать в тех направлениях, которые вам дал я, то вы имеете все шансы для того, чтобы поправить свою ситуацию и научиться устраивать отношения с людьми. Если какие-то вопросы у вас возникли, обращайтесь в личку, помогу, а если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я старался раскрыть все аспекты, которые мне кажутся важными, и я надеюсь, это было вам полезно. Всего доброго и удачи!